Продолжение ремонта тестера 4301. Тестер не работает в режиме измерения сопротивлений. Проверим для начала резисторы, которые стоят в цепях, влияющих на работу прибора в режиме Омметра. Для удобства я подписал порядковые номера резисторов маркером, но так как измерять со стороны монтажа не очень удобно, проверять их буду с другой стороны платы. Проверяемые резисторы находятся в этой части основной платы. Я выписал на листочек все резисторы, которые надо проверить, и проставил их номиналы. Проверять буду прибором UT603, сделанным в редакции журнала Юный техник. Резистор R9 должен иметь сопротивление 965 Ом. Резистор R10 должен иметь сопротивление 9,65 кОм в 10 раз больше предыдущего. Р11, соответственно 96,5 кОм. Надо переключить предел. Может иметь место некоторый разброс, обусловленный точностью прибора и резисторов, но основная цель сейчас, выявить существенные отклонения. Резистор R12 должен быть 965 кОм. Ищем резистор R25, его сопротивление по схеме, 2,4 кОм. Идеальное совпадение. Теперь R27, его значение по схеме равно 549 Ом. Промахнулся щупом. Вот теперь правильно, но надо переключить Юного техника. 549 Ом. Идеальное соответствие. Таким образом, мы убедились, что все резисторы в цепи измерения сопротивления исправные. Дальше посмотрим, что у нас творится с переключателем. Этот сегмент переключателя работает в режиме измерения сопротивлений. Желтый провод идет от контакта 15 на R27, а контакты 14, 13, 12 и 11 соединены вместе и подключают гнездо килоомов. При разборке переключателя надо отверткой придерживать этот болт со стороны монтажа. Другой болт обычно припаян к контактной площадке. Откручиваем гайки со стороны галет. Кирилл. 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 Смотрите продолжение в следующей части. Не отпаивать лишний раз припаянный бултик, просто снимаем аккуратно верхнюю галету переключателя. Желтый провод слишком короткий, придется отпаять. Отпаиваем очень аккуратно, не перегревая, так как дорожки отлетают только так. Контакты переключателя не имеют следов каких-либо замыканий, но очень сильно окислены. Не будет лишним провести процедуру зачистки. При этом ни в коем случае нельзя использовать никакие абразивные и царапающие средства, вроде шкурки, даже нулевки. Для очистки контактов можно использовать специализированное средство, контакт 60, либо контакт 601. Для обезжиривания и очистки грязи можно также воспользоваться ацетоном, не допуская его попадания на пластиковые части. Более безопасным для пластмассовых деталей является изопропиловый спирт. Но он не такой убойный и дольше сохнет. После обработки контактов чистящими средствами надо обязательно покрыть их смазкой для защиты от окисления, например контакт 61, циатин 201 или циатин 221. На худой конец можно использовать обычный вазелин без косметических присадок. Протираем переключатель ацетоном. Я использую ватные палочки, однако надо следить за тем, чтобы лохмутья от ваты не остались в деталях переключателя. Лучше использовать хлопчатобумажные тряпочки. Теперь протрем переключатель изопропанолом, лишним не будет. Разумеется, протереть надо обе галета. Так как растворители удаляют только загрязнение, а окисел не удалить, пустим в дело тяжелую артиллерию школьный ластик. С его помощью снимаем нанослой окислов, не повреждая серебрение. Продолжение следует... Продолжение следует... После зачистки тщательно все продуваем и покрываем контакты с маской. Проверяем работу переменного резистора для установки нуля в режиме Омметра. Для этого воспользуемся аналогичным тестером 4301, включенным в режим измерения сопротивлений. Плавно вращая ось переменника, видим, что в определенный момент стрелка резко отклоняется влево, а после поворота еще на небольшой угол, опять продолжает показывать постепенное увеличение сопротивления. При вращении в другую сторону ситуация аналогичная, в определенном положении оси переменника стрелка контрольного тестера резко перемещается на максимальное значение сопротивления переменника, около 7 кОм. Вот этот момент. Переменник необходимо заменить. После обслуживания переключателя и замены переменного резистора собираем тестер для проверки. ТОМ. Продолжение следует... При установке платы в корпус при прикручивании обратите внимание на правильное попадание кнопки включения защиты в отверстие корпуса. Переключаем тестер в режим измерения ОМ и убеждаемся, что стрелка прибора отклоняется вправо, то есть режим работает. Вращая ось переменного резистора, проверяем наличие достаточного запаса регулировки и плавность установки. Переключаемся на предел килоом и также убеждаемся в работоспособности при помощи подручных средств. Дальше покажу один важный момент, который надо проверить. Верхний белый тестер, это рабочий контрольный прибор. Нижний тестер серого цвета, это тот, который я ремонтирую. Включаем кнопку защиты у обоих приборов. Переключаем тестеры в режим измерения сопротивлений. Устанавливаем предел измерения на ОМ и подстраиваем положение стрелки у обоих приборов на последнее деление шкалы, это для шкалы, он соответствует бесконечному сопротивлению. Закорачиваем вход контрольного прибора и убеждаемся, что стрелка прибора устанавливается на ноль, показывая практически нулевое сопротивление соединительного провода. Теперь делаем то же самое для проверяемого прибора. Видим, что стрелка не устанавливается на ноль, а отклоняется, как бы показывая некое начальное сопротивление в 1 Ом. Такого однозначно быть не должно и это никак не связано с сопротивлением подключенного к прибору провода. Для того, чтобы убедиться, что с балансировкой операционного усилителя все в порядке, проверим установку нуля обоих приборов в режиме измерения переменного напряжения. Очевидно, что операционные усилители в обоих тестерах сбалансированы идеально, стрелки обоих приборов четко устанавливаются на нулевую отметку. Повторим проверку установки нуля в режиме измерения сопротивлений, но теперь проведем опыт на пределе единиц килограмм. Контрольный тестер устанавливается на начало шкалы, проверяемый тестер отклоняется на то же значение, что и на пределе Ом. Еще раз подстроим значение нуля Ом метра и убедимся, что положение стрелки проверяемого тестера одинаково отклоняется от начальной отметки шкалы. Эта неисправность связана с тем, что при измерении сопротивления используется операционный усилитель, который по неинвертирующему входу нагружен только высокоомными цепями. И в случае даже малейшей утечки тока по этим цепям возникает разбаланс операционного усилителя. Попробуйте отгадать как я поборол эту проблему, а я скажу отгадку в следующем видео.